Ольга Сергеевна, начались первые досрочные экзамены. Какое количество человек приняли в них участие и каковы результаты? Ну, хотелось бы отметить, что в этом году на сдачу единого государственного экзамена в досрочный период заявлено 9 человек. Это, прежде всего, спортсмены, отъезжающие на всероссийские и международные соревнования в основной период проведения единого государственного экзамена. Но в настоящее время прошло два дня экзамена. У нас были экзамены по русскому языку 21 апреля. И сегодня, 24 апреля, прошли экзамены по химии, английскому языку и истории. В средствах массовой информации появилась какая-то информация о том, что что-то все-таки было не так, что-то не учли? Нужно отметить, что действительно было замечание к Рязанской области из ситуационного центра Рособорнадзора по рассадке участников единого государственного экзамена на русском языке. Но сразу же хотелось бы отметить, что в государственной экзаменационной комиссии проведено рассмотрение данного факта. Нарушений порядка проведения экзамена не установлено, но данное замечание учтено и в дальнейшем будет обеспечено расположение столов участников единого государственного экзамена на большем расстоянии. Продолжение следует...